Зима нового 1917 года Новый год встречают без энтузиазма Атмосфера в столице омрещена еще и громким убийством Перед Рождеством застрелен друг императорской семьи Григорий Распутин Место фаворита теперь занимает министр внутренних дел Александр Протопопов Чтобы выслужиться перед императрицей Он проводит спиритические сеансы и разговаривает с духом убитого старца Александра Федоровна заперлась в царском селе и находится на грани нервного срыва Всю зиму она проводит у постели сына Алексея, который часто болеет Но теперь, когда нет Распутина, врачи разводят руками И назначают наследнику престола уколы морфи Петроград полон слухов о дворцовом перевороте Новым императором якобы станет маленький Алексей при регенстве великого князя То ли младшего брата царя Михаила, то ли и вовсе князя Дмитрия Сосланного в Персию за убийство Распутина Организаторами заговора считают лидеры партии октябристов Гучкова И главу земств князя Львова Те и правда все время говорят о перевороте Но дальше болтовни дело не идет Император не воспринимает слухи всерьез Он устал от государственных вопросов и большую часть времени проводит с семьей Днем подолгу гуляет с дочерьми А вечерами с женой собирает пазл Но пазл не складывается Говорят также, что император вот-вот распустит Думу Из-за этого даже монархисты настроены против него Председатель Госдумы Михаил Радзянко Пытается уговорить Николая Второго создать правительство народного доверия Которое отчитывалось бы перед депутатами Но Романовы ненавидят Радзянко и не идут на уступки Считая управление страной сугубо семейным делом А зря На очередной думской сессии Молодой адвокат Александр Керенский Произносит страстную речь Открыто призывая депутатов и народ к революции Императрица требует повесить его Но царь вновь не реагирует Собирает вещи и отправляется в Ставку в Могилев Готовится к весеннему военному уступлению Несмотря на все это Из-за рубежа кажется, что в России все прекрасно Серебряный век и небывал рассвет культуры, науки и промышленности Балеты Дягилева покорили США и Европу А сам Дягилев нанимает в помощники своему сценографу Баксту Молодого испанца по имени Павло Пикасо Ученица Станиславского Алла Назимова Недавно подписала самый дорогой контракт в истории Голливуда Мировую литературу и музыку уже невозможно представить без России Вот-вот усилиями Малевича русский авангард навсегда изменит суть живописи Ученые Иван Павлов и Илья Мещников Недавно получили Нобелевские премии Активно развивается промышленность Крупные бизнесмены проводят индустриализацию страны самостоятельно Без царя и его правительства Россия этих людей все дальше и дальше уходит вперед от той Что привыкла жить по средневековым порядкам Она уже выросла из формулы православия, самодержавая народность Ждет нового, современного государства Из-за границы жизнь в России кажется настолько стабильной Что политевикулант Владимир Ленин, выступая перед швейцарской молодежью, с грустью говорит, что не доживет до революции Однако обстановка в Петрограде накаляется В начале года премьер-министр Протопопов арестовывает Петроградский комитет большевиков Затем заключает под стражу авторитетную рабочую группу, которая находится в тесном контакте с Думой Министр считает, что задушил революцию на корню Но проблемы только начинаются К февралю 17-го года экономический кризис, связанный с войной, усиливается Повсюду в стране растут очереди Из-за дефицита муки масленица проходит без брюне Мясо, сахар и хлеб продают по карточкам Чтобы облегчить доставку продуктов по стране, на две недели отменяют пассажирские поезда В происходящем стране недовольны буквально все Рабочие крупнейшего путиловского завода объявляют забастовку Земская и городская интеллигенция не подчиняется запрету на съезды И собираются на конспиративных квартирах Даже самые богатые предприниматели, получившие гигантские дивиденды от войны Открыто ругают власть Миллионер Дебушинский критикует царя на купеческих собраниях не хуже социалистов Бизнесмены, как и остальные, до сих пор не получили самого главного Возможности влиять на политические решения Суровая зима 1917-го подходит к концу Но метель только начинается Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова